доброе утро дорогие друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору из иерусалима значит доброе добрейшее веселейше утро кто увидел видите изменился тире без бороды это не потому что готовлюсь к выриму 30 дней когда умирает близкие родственник то нельзя бриться как раз было позавчера закончилась шлашим а вчера вчера было до вчера было шлашим так что-то вот в этом сложном двигающемся мире вообще все все спуталось в общем когда 30 дней заканчивается можно побриться а 30 дней после похорон нельзя те кто скорбящие вот так что побрился очень интересно хорошо мы продолжаем изучать тору вот если бы мы не изучали тору то я бы не знал что есть семь дней после с похорон потом 30 дней после похорон 11 месяцев мы читаем кадиш специально чтобы душа поднималась 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 очищалась и получала себе там место в каком-то очень хорошем месте в раю вот и значит историю мы узнаем очень много важных полезных вещей нужных например сегодня мы постимся сегодня мы постимся это называется отцом пост эстер а почему именно мы сегодня постимся потому что когда приходят какие-то сильные неприятности то в этот момент в этот момент человек он ищет как же из них выйти в час например но реально весь мир я я вообще впереди не в первую очередь но в первых рядах скажем так я очень молюсь чтобы быстрее закончилась война то есть это страшно это ужасно и мы все пострадавшие я пострадавший у меня но полностью например бизнес остановился вообще полностью люди страдают умирают у меня партнеры друзья все все разъехались остались без жилья 3 миллиона уже беженцев 3 миллиона человек пересекли границу украины в они убегают от бомбежек от от войны и от смерти это это вообще ну это страшно мы еще не осознали я вам скажу что вот этот шок он придет через ну там я думаю недели через две все уже конкретно осознают что произошло потому что пока месть все находятся еще в потоке этих всех событий так вот он сом пост до пост эстер это было память чего мы его вообще постимся мы постимся в память о чем и для чего то есть любое действие которое нам тора говорит надо делать она имеет большой смысл и даже когда мы говорим что это в память о чем-то то это не просто память это все равно для чего-то зачем нужно помнить и вот значит мы постимся пост эстер было в как раз в это было где-то две стороны тысячи лет назад все это все эти события один злодей вообще конченный дам есть такое слово нормально кончено это закончено имеется ввиду такой полный злодей без знаете есть злодей такой иногда там есть злодеи по понедельникам есть злодеи когда выпьют а это был такой полный злодей звали вааман и он задумал уничтожить весь еврести народ да вот просто одному человеку пришла в голову такая идея уничтожить весь еврести народ и он когда это задумал он назначил это это назначил он на определенное число до над 14 число месяца адара и когда он это задумал он отдал приказ и разослали приказ всем всем службам там безопасности полиции так далее что в это время будет будет уничтожение еврейского народа и был один человек который мордыхая до которые он был как бы противостоял аману и была девушка по имени эстер она была племянница мордыхая и она была во дворце у царя она была во дворце у царя хашвироша и она там была во дворце была его женой теперь значит но когда он ее взял в жены насильно да она не сказала что она еврейка никто не знал что она еврейка и вот последний самый день к эстер когда надо идти когда уже все все было решено еврести народ уничтожается в это время в это время значит мордыха сказал эстер вот для этого момента тебя всевышний и направил во дворец вот мы не понимали зачем это все неприятности то есть ее забрали с улицы можно сказать украли все и мордыхай так как он был верующий он понимал что все от всевышнего он говорит мы поймем зачем это для чего это мы поймем пока не понимаем и тут он к ней приходит говорит вот для этого только ты сейчас можешь спасти еврейский народ иди к царю она говорит эстер а как я пойду к царю у нас же царь вообще все убийцы они трусы и параноити это известная вещь что самые вот эти все которые убийцы они в они больше всех боятся вот мафиозе они ходят с огромной охраной там все эти президенты он сидит путин 30 метров стол не 30 метров там 10-15 метров стол он боится приблизиться к людям то есть они очень параноити они боязливые и ахашвирош царь ахашвирош он тоже был он был параноид только что он подписал приказ что уничтожить целый народ но сам он сидел у себя во дворце и у него была такая система охраны что если кто-то заходил к нему кого он не вызывал а просто кто-то хотел зайти то у него был была охрана которая таки были вообще они бультерьеры да то есть они вообще языка не понимали их нельзя было остановить они тут же убивали этого человека если он заходил без приглашения эстер говорит как я зайду меня царь не вызывал а работает такая система охраны а мордыха ей говорит ты знаешь говорит спасение еврейскому народу придет по-любому а ты если не попытаешься его спасти то есть не попытаешься быть этим инструментом для спасения так ты твой дом погибнут и значит эстер говорит ладно говорит я пойду хотя меня не вызывали хотя это идти на верную смерть но я пойду но говорит эстер давайте три дня поститесь чтобы ведь проблема то не во мне она говорит проблема вообще не во мне проблема есть у каждого у каждого есть проблема и всевышний когда он посылает какие-то наказание какие-то проблемы какие-то сложности он нам уже накопилось как бы да на небе накопилось у каждого набор определенной сложности до которые ему положено получить он он убегал от сложности здесь убегал от сложности там тут убегал там убегал тут делал то что хочет и то что нельзя делать там делал то что хочет, то, что нельзя. Тут того обидел, тут того обидел. И каждый накопил на себя вот такой вот мешок неприятностей, которые на него должны прийти. И Эстер говорит, она говорит, из-за того, что есть сейчас постановление уничтожить весь еврейский народ, так говорит, пускай все евреи постятся три дня, и я буду поститься. И когда мы будем поститься, а зачем поститься? Есть известная история в Торе, это книга Йоны, пророк был такой Йона, которого Бог послал в город Нинвы, чтобы он сообщил, что Нинвы будет уничтожен, что грехи города Нинвы накопились, и он будет уничтожен. И тогда жители города Нинвы, когда они об этом узнали, они одели рубище, рубище это такая мешковина, и они начали тоже поститься и хазрубить шува. Хазрубить шува, это значит, они раскаялись. И когда они раскаялись, Всевышний не уничтожил город. И все это знали, это известная история. И, значит, Эстер говорит, все должны поститься и раскаиваться в своих грехах. И тогда я пойду, но уже я пойду спасать народ спасенный. Я пойду спасать народ, которому на небе Всевышний дал прощение уже. Хорошо. И вот так и сделали. Она пошла. Что было дальше? Сегодня вечером читают по всему миру книгу Эстер. Вечером читают книгу Эстер, чтобы рассказать все эти события подробно, чтобы мы каждый год еще-еще раз, значит, вспомнили все эти события, что было, что кто задумывал и что потом в итоге было. И читают эту книгу Эстер вечером сегодня и читают ее завтра утром. Утро вечера мудренее, чтобы вечером послушать в состоянии более таком эмоциональном и подумать с этого ракурса, а утром послушать состояние рационального и услышать с этого ракурса. И, значит, еще раз, еще раз понять, что если неприятности пришли, то что должен сделать человек? И Фашфеш Бамасаф проверить свои дела. И если он проверил и не нашел, за что ему пришли неприятности, значит, мало учил Торы, написано в Талмуде, в Брахот. Значит, он не знает, где он и что делает неправильно. И ему надо поучить Тору, чтобы понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Потому что очень часто человек думает, что то, что ему кажется хорошим, хорошо, а по факту это плохо. И это часто бывает на простых примерах. Человек, например, там курит. Он думает, когда начинает курить, что ему будет хорошо, а оно по факту-то вредное, нехорошо и умереть можно. Или там, ну, много есть вещей, которые человек думает, что ему хорошо, а по факту это очень плохо. И мы с тех пор по технологии царицы Эстер, которая спасла весь еврественный народ, мы 13-го Адара постимся. И постимся мы для того, чтобы раскаяться в своих делах. Сейчас во время молитвы читали мы такую часть слиход, когда мы просим Всевышнего прости нас, прости нас за то, что мы делали не так. И сейчас многие люди, вот Анжелика Разводовская тоже, например, да, она молится, молится и говорит, что мы все уже искупили, даже если были какие-то проблемы, столько страданий, сколько сейчас терпят люди, все, закончилось, и пожалуйста, останови это. И когда люди раскаются, Всевышний сразу все остановит, и моментально наступит мир. И мы видим, что сейчас как раз Пуримская история, все это происходит в Адар, было бы очень красиво, если бы сегодня или завтра максимум закончилась война в Пурим, да, как раз это очень похоже на как все переворачивается к добру. И очень такая вот необычная, причем интересно, Пуримская история, называется Медилат Эстер. Само название Медила переводится как свиток, Медила. Но есть еще второе название у этого корня, Легалот, это раскрывать. Значит, Медилат Эстер, это раскрытие, а Эстер, имя, оно переводится, переводится имя Эстер скрытое. В Медилат Эстер ни одного раза не упоминается имя Всевышнего. То есть, единственная книга во всей Торе, где Бог не упоминается, где Он управляет процессом, но Он скрыт, Он полностью скрыт. Это очень интересная такая вот идея. И, значит, мы вот как раз сейчас Всевышний за кулисами, но Он выходит из-за кулис. Это интересно. Я вчера, например, видел там одна новость, что в Тиве развесили билборды Псалмы Давида. Ну, представляете, ну, какое-то проявление Всевышнего, что вместо какой-то рекламы, какой-то это самое, сейчас в Тиве Псалмы Давида. 90-е Псалом, я видел сам, вот фотографии были в этой новости, что вот посмотрите, пожалуйста, значит. И это же, это проявление, такого проявления Всевышнего, как есть сейчас, такого не было, давно не было. То есть, прям буквально давным-давно. Слава Всевышнему, да? Который все это сделал. Хорошо. А мы сейчас читаем, мы сейчас читаем, продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И, значит, читаем, идем по порядку, да, «Обретение неба на земле». Книга, отрывочек сегодня такой. Значит, «Зарабатывает на жизнь добро». Написано в этой книге, что зарабатывать на жизнь – это добро. Отлично. «Богу угодно, чтобы мы были вовлечены в материальный мир с целью сделать его духовным». О, вот тут идет добавление, что когда ты зарабатываешь, важно, для чего ты зарабатываешь. Если ты зарабатываешь, помня о Всевышнем, и хочешь сделать этот мир более духовным, то это добро. Каждое твое действие – это добро. А что не добро? Это быть встревоженным материальными заботами. Вот тревожиться о материальном – это не добро. Не дайте своему внутреннему «я» оказаться вовлеченным в материальные заботы. Сбередите его для выполнения вашего предназначения в жизни. Накопление капитала не есть ваше предназначение. Будьте в работе, но будьте над работой. Вот такая вот интересная идея. И действительно, вот то, что сейчас произошло у меня, у всех моих знакомых, которые были погружены в материальность, они сейчас, все те их заботы, они исчезли. И да, сейчас появились новые заботы, но они точно так же увидели, что уровень радости, он не меняется. И когда там, вот недавно совсем, очень богатые люди, да, вот они раньше были очень богатые в Киеве, все у них было, все. А сейчас они радуются, что они сняли хорошую квартиру, и у них радости больше, чем было в Киеве, когда у них уже все было, и они уже не могли получать радость от этого больше, невозможно. То, что есть, уже привык, отрадовался, и что? А сейчас они сняли квартиру, они радуются. Купили мебель в эту квартиру, купили мебель там в Икеи, вообще счастливы собирают мебель. То есть у них уровень радости, это парадоксально. Потеряв там огромный доход, все, но они потеряли вместе с ним очень много забот. И сейчас у них есть больше радости и меньше забот, представляете? Хотя, хотя, как бы, работы нет, бизнеса нет, деньги закончились, все. А они радуются, представляете? Да, вот выехали из, у Максима выехали из Мариуполя, больше радости нет. Когда они спаслись, когда они выехали из, да, это очень, вот мы сейчас как раз и можем увидеть проявление Всевышнего намного больше, чем мы видим его в обычной жизни. Дальше, вот здесь есть сегодня очень сильная идея, очень сильная идея Любавича Стеребы на недельную главу. Давайте вначале я прочитаю, о чем недельная глава, отрывочек, а потом очень глубокая идея на этот счет. Значит, мы продолжаем читать недельную главу ЦАВ о том, как книга Ваикра. Это все связано с священниками, с жертвоприношениями и так далее. И сегодня как раз рассказывается о том, как Маше Рабейну посвящал своего брата Аарона и его сыновей, чтобы они стали священниками. И написано так. Вэдабэра шэмэль муше лимор. И говорил Бог, обращаясь к Муше, говоря ему. Как это Аарон Вэдбанав? Возьми Аарона и его сыновей. Значит, и одежду, которую для них специальную сделали одежда. Это у них были специальные скафандры, можно так назвать, как для космонавтов. Специальная одежда, где была продумана, особенно у первого священника, там вообще невероятно. Это нить, которая там была из множества плетений, внутри золота, еще шесть разных цветов. Колокольчики там гранатите висят. Тут табличка золотая. Говорят, что эта таблица до сих пор хранится в Ватикане. У него была написана золотая такая табличка. Кодыш ля шэмпас, святой для Бога. И, значит, кстати, интересно, я сейчас вспомнил, какая связь этой недельной главы с Пуримом. Ахашвирош, когда он захватил царство, он стал таким царем над всеми 127 стран. Он устроил пир у себя во дворце в Шушане. Сузы, это современным языком. Он пригласил всех министров, всех вот этих вот глав автономных областей и так далее. Он пригласил на пир. Пир длился 180 дней. И как вы думаете, в какой одежде он был на пире? В одежде первого священника. Он, они же разрушили, на выходный цар разрушил первый храм. И забрал все сокровища из первого храма. И они лежали 70 лет. И когда 70 лет прошли, евреи были уже там в изгнании 70 лет, то тогда сказал, значит, предыдущий царь. Ну, все, закончилось. Не помню, как его звали. Закончилось, типа, изгнание, евреи уже не вернутся. Все, Бог от них отвернулся. И тут, значит, 70-й год. Он устраивает тоже пир. И приходит там пророк Даниэль. В общем, что-то ему говорит. На стене появляется рука, пишет ему там слова, что ты умрешь. А он как раз достал первые вот эти храмовые сосуды. Прошло после этого еще три, по-моему, года. И уже Ахашвирош. Он говорит, ну все же, 70 лет прошло. Они считали просто с разных моментов. Один считал с момента, когда был разрушен первый храм. Второй считал с момента, когда угнали евреев в изгнание. Третий там еще с какого-то момента. В общем, они в подсчетах ошибались. И Ахашвирош говорит, ну все, вот сейчас точно Бог отвернулся уже от еврейского народа. Значит, он собрал этот пир. И на пиру был 180 дней в одежде первосвященника. Вот связь. Теперь, ну откуда эта одежда стала святой? Вот это было, первый храм был, построил царь Соломон. Но до этого же был Мишкан, который еще в пустыне построил Мошерабейну передвижной храм. И там он сделал первый раз Мошерабейну, Бецалель Бенхур сделали одежду, одежду для первосвященника. И вот сказал Бог Маше, возьми эту одежду и возьми какое-то масло помазания. На русский переводят это слово шемен амешиха, переводят елей почему-то. Но в Торе нет слова елей. Есть слово шемен амешиха, масло помазания. Вет пар, возьми бычка для жертвы искупить грех. Вет шны айлим, возьми двух баранов. Вет саль амацот. И возьми корзину мацот пресных хлебов. И дальше Маше, возьми арона, возьми его там сыновей, всю общину собери. И сделал Маше, как повелел ему Господь. И собралась община ко входу в шатер откровения. И сказал Маше, воемер Маше, всей общине это то, что повелел Господь исполнить. Все, что Бог, вот это вот сейчас я сделаю, то, что Бог повелел исполнить. И приблизил Маше, арона и его сыновей, омыл их водой. Верхац, отамбамаем. Значит, как он их, наверное, он их обливал ведром. Или было в храме, который построил царь Соломон, стояла огромная медная чаша, в которой они омывались на быках. Огромная такая медная чаша. Сейчас, для того, чтобы, например, войти в состояние чистоты, есть миква, специальный родниковый, специальный такой бассейн. И если ты хочешь ритуально очиститься, снять с себя духовную всю нечистоту, то окунаются в этот вот бассейн. Здесь он как-то их омыл. Есть вариант выливать ведра воды на человека. И если там определенное количество воды ведрами на него вылить, то это тоже с него снимает эту духовную нечистоту. В общем, здесь надо уточнить. Я не знаю, как Маше их, наверное, их обливал. Или он их в микву окунул. И одел на него платье вот это, опоясал Аарона, первосвященника, поясом. Надел на него и фод. То есть он весь этот скафандр на него по специальному порядку одел. И, значит, вложил в него Урим Витумим. Имя 72 букви на имя Всевышнего, которое было написано. И он вложил его сюда. А тут было 12 камней таких специальных. И потом, когда задавали вопрос, то эти камни начинали светиться и выдавали ответ. Как Урим Витумим. Они выдавали ответ на вопрос первосвященника. Прямо эти камни светились. И на них были написаны имена 12 колен. И, значит, все это Мушер Абейну одел на Аарона. Надел ему на голову тюрбан. Вот этот вот венец ему спереди повесил. Значит, циц азаав, золотой венец. Незер акодыш, золотой венец святости. Кашер цивая ташема ше. Все, как приказал бог Маше. Он ему сделал полностью все по технологии. Знаете, это мне напоминает, действительно, как космонавта одевают в скафандр. Так же вот он надел первосвященника. И, значит, окропил. Взял он масло. Вот это вот специальное елей. То, что на русский переводят. Шемен Амэшеха. Там было масло, которое первая капелька из каждой маслинки выдавливалось. В него там что-то добавлялось. И он начал этим маслом мазать шатер откровения. То есть, он его активировал. Знаете, как активация этой всей системы. Он его активировал. И после этого, что он еще сделал. Значит, помазал это все. И осветил их. И семь раз он брызнул на жертвенник. Семь раз этим маслом. И все сосуды, все это он помазал вот этим вот специальным маслом. И потом он возлил от этого масла на голову Аарона. Помазал его, чтобы его осветить. Значит, объясняет Уснан Намтора. В начале возливает на голову. А затем возлагает это масло между его бровей. И пальцем отводит с одного места на другое. Есть в Талмуде полностью написано место, где подробно рассказывается, как все это было. И приблизил Маше сынова Аарона, облачил их в платье, припоясал их поясом, надел на них головные уборы, как повелел Маше. То есть, вот мы сегодня прочитали описание, как активировался Аарона Кон, первосвященник, да, первосвященник. И его сыновья одели, помазали их, все. Теперь, какая глубокая мысль Любавического Рэба, которую он обратил внимание. Он говорит такую вещь. Значит, что Аарон и его сыновья были посвящены с помощью двух жертвоприношений, которые Маше ежедневно приносил за них в течение целой недели. То есть, Маше Рабейну за них приносил жертвоприношения. И после этого, значит, целью всего этого ритуала было очистить их, чтобы они могли говорить с Богом от имени народа. Он говорит, смотрите, что интересно, что для того, чтобы помазать Аарона, был нужен Маше. То есть, обязательно нужно, чтобы был у человека кто-то, духовный наставник, тот, кто уже связан с Богом, чтобы активировать его на служение. То есть, получается так, вот я могу сказать, что я, почему я очень религиозный, я реально верующий религиозный, потому что я встретился в свое время с Рамом Ицкаком Зильбером. Он был человек, который прям близкий ко Всевышнему невероятно. И я могу сказать, что он меня активировал. То есть, я после контакта с ним, вот просто меня, ну вот я верю, верю. То есть, я почувствовал вот эту вот близость ко Всевышнему после контакта с ним. Теперь, в каждом из нас, продолжая любая часть Рэбе, есть внутренние силы, позволяющие не только победить духовную тьму, но и преобразовать ее в свет. Однако, в силу разных причин, эта внутренняя сила далеко не всегда оказывается доступна. Поэтому, нам нужно искать людей, достигнувших большого, большего, чем мы в изучении Торы и духовном самоочищении, чтобы воспользоваться их наставлениями. В то же время, необходимо воспитывать в себе внутреннего священника, как для того, чтобы преобразовать в свет свою внутреннюю тьму, так и для того, чтобы помогать в этом другим людям. То есть, процесс очень простой. Мы должны искать все время святых людей, которые посвятили себя по-настоящему служению Всевышнему и продвинулись в этом. То есть, у них реально получается. Теперь, от общения, от их наставления, просто от общения с ними, происходит вот этот вот процесс активации, подключения, то, что можно назвать как помазание, да? Но когда в тебе есть, в каждом из нас уже есть включенный, активированный свет, точно так же нужно в себе выращивать вот этого внутреннего священника и включать других людей. Так работает это, начиная от, я думаю, от Адам Решона, от первого человека, и дальше идет, идет, идет через Ноаха. И Ноах получил от своих Метушелых, это были святые люди, от первого человека до Ноаха, потом от Ноаха до Авраама, потом от Авраама, Авраам, Ицкак, Яаков и так дальше, 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 дальше. И до нашего времени. И каждый из нас, так как уже мы с Богом общаемся, раз мы ходим на уроки Торы, раз мы молимся, раз мы просим Всевышнего о том, чтобы Он нам открылся, то в каждом из нас есть вот этот уже активированный свет. И важно его с помощью кого-то, кто уже находится на более высокой ступени, усиливать и самому включать других, которые еще не включены. Все, это очень важная вещь, которую вот обратил внимание Любович Стиреба из того, что Маше Робейну, то есть Арон, при том, что Бог сказал, что он первосвященник, но ему все равно нужен был кто-то, кто его активирует. Все, всем удачи и успехов, Пурим Самеак, чтобы в этот Пурим произошло открытое чудо, когда вот вся ситуация, мы видим, что она все переворачивается в лучше, лучше, лучше. И вот сейчас прямо я чувствую, что или сегодня, или завтра, или максимум послезавтра закончится война, и мы увидим в Пурим какое-то яркое проявление Всевышнего. И каждый из нас может этому помочь, чем? Своим раскаянием. Сегодня пост-эстер, Всевышний, прости меня, все мои грехи, прости меня, если я где-то ошибался, неосознанно, если я что-то не знаю, открой мне, покажи. Я очень хочу именно делать только добро. Вот каждый примерно так должен для себя сказать. И, значит, завтра, Пурим, радуемся, что Всевышний, видим проявление Всевышнего, Всевышний в этом мире, кстати, интересно, я вам скажу про Пурим одну главную деталь, что в Пурим нужно выпивать. Удивительно, это вообще самая странная заповедь для евреев, что нужно напиться до того, чтобы не различать между благословен Аман и проклят Мардыхай. Это же неправильно. Наоборот, благословен Мардыхай и проклят Аман, а нужно, чтобы так, чтобы все перепуталось, чтобы ты не понимал, где Аман, где Мардыхай. Зачем это все? Для того, чтобы понять, что Всевышний проявляется во всем. И то, что нам кажется злом, может перевернуться в самое большое добро. И то, что был год, еврейский народ знал, что их уничтожат, привело к самому высокому духовному росту, раскаянию, проявлению, приближению ко Всевышнему. И в итоге, возможно, что вот эта вот ситуация, которая встряска, война, которая произошла сейчас на Украине, в Украине, когда напали, то это настолько, вот я вижу, духовное пробуждение людей, что сейчас люди объединятся, там все. То есть это может послужить таким подъемом и таким стартом для совершенно выхода на новый уровень всех, кто в этом процессе участвует. Поэтому вот как раз в Пурим мы видим проявление Всевышнего во всем. Поэтому всем веселого Пурима и чтобы мы видели Всевышнего. Счастливо.